Всем привет, с вами Светлана. И Катерина. Начинается май, и мы готовы поделиться теми книжными и киноновинками, которые ждем в этом месяце. И, к счастью, их не много. Ой, да, я здесь немножечко, наверное, даже возрадуюсь, могу так сказать, потому что за период с начала года по март я не потратила столько... По апрель. По апрель, да. Все было хорошо. Я не потратила столько денег на книги, сколько я потратила в апреле, потому что в апреле я даже боюсь приблизительно прикидывать ту сумму, которая у меня ушла на книжки. Но она так говорит, вы не переживайте, она ее знает, она же математика. Я пытаюсь, знаете, сознанием ее, подсознание куда-то запихать, чтобы она не сплывала у меня здесь. Нет, апрель был очень растратным, тут виновата Библионочь, причем до Библионочи мы почему-то обе успели потратиться, ну, вы видели, да, книжные покупки наши за первую половину апреля. Я так сильно ждала Библионочь, что до Библионочи я потратила денег, наверное, в два раза больше на книги, чем в Библионочи. Наш график или Светин график, да нет, это наш график, мы выглядел вот так вот, январь, март, январь, февраль, март, апрель. И вот сейчас бы хотелось, чтобы май вернулся туда же. Но прежде чем мы перейдем к новинкам, у нас есть для вас небольшая новость. Как вы знаете, мы ежемесячно проводим совместные чтения, и тут мы решили взять еще одну рубрику, которая будет не каждый месяц, а периодически. Мы будем просить у вас советов, и по вашим советам мы будем читать книги. Будет только одно условие, мы будем выбирать тему. На май я попросила, я каюсь, просто сегодня я зачитала бесконечную шутку, и мне надо. Я хочу читать Янг и Далт. Значит, как все это будет выглядеть? В группе ВКонтакте, ссылочка в описании, мы создадим запись, в которой в комментариях вы будете советовать книги. И потом каждый из нас выберет по пять книг. То есть мы можем пересекаться, можем не пересекаться. Тут воля случая. Если в комментариях будут попадаться книги, которые мы уже прочитали, мы будем это каким-то образом отмечать. Либо там будем писать, что прочитано. То есть эти книги мы брать не будем. Мы хотим познакомиться с чем-то новеньким. Света поддержала мою идею, за это ей большое спасибо. Идею читать Янг и Далт. И не каждый месяц мы будем делать такое, потому что, ну вы понимаете, ну да, это немножко напряженка будет. Да, пять книг – это не одну книгу прочитать на совместные чтения. Мы вас ждем в группе ВКонтакте, чтобы вы нам советовали. А теперь перейдем к книжным новинкам. Да, я хотела добавить, что не всегда эта тема будет именно конкретно какой-то жанр. Возможно, тема будет более узкая или более широкая. Например, 20-е годы, да? Да. Или Серебряный век. Давайте почитаем еще раз поэзию. Давайте уже перейдем к новинкам. У нас только один комикс, который я очень жду, потому что я его лет 7 назад читала в «Электронке». И, наверное, это единственная адаптация книги, которая мне безумно нравится. Это Лайман Фрэнк Баун и комиксист Скотти Янг, удивительный волшебник из «Страны Оз». Я люблю «Страну Оз», я обожаю этот цикл, и вот этот комикс, он мне очень в свое время понравился. Мне кажется, я его даже перечитывала. И там совершенно умилительно нарисованы герои. Что Лев, что Татошка. Даже если вы посмотрите на обложку комикса, он потрясающий. Либо вы взрослый почитатель «Страны Оз», как я, обратите внимание, либо для своего ребенка. Я начну с самой ожидаемой книги Майя. Это переиздание. И в моей старой библиотеке есть потрепанные, убитые просто насмерть книги. Но издательство «Азбука» переиздает Джорджа Блона и его цикл «Великий час океанов». Наверное, тут нельзя назвать цикл, это скорее сборники. Я думаю, многие помнят, что я в детстве обожала приключения, морские приключения. Все, что было с этим связано, особенно меня интересовала тема кораблекрушений. Мне нравилось наблюдать за тем, как люди выживают. Вот в таких обстоятельствах жестоких, но тем не менее они побеждают стихию и природу. Ладно, сейчас это меня потянет опять, и мы начнем обсуждать с Катей «Таинственный остров». Чем меня интересует переиздание? В первую очередь, что в этом издании будут иллюстрации, карты. То есть все это будет снабжено обильным визуальным материалом. Моя душа прям требует эти книги срочно себе на полку. Выйдет пока первый том про Атлантический и Индийский океан. И, насколько я помню, здесь немного другая разбивка. Потому что Индийский и Атлантический в моем старом издании – это второй том, а не первый. Но тем не менее, я не думаю, что это как-то сильно повлияет на состав. Потому что истории там отдельные, совершенно разные. Именно вот что происходило в Индийском океане, отдельно там несколько историй, что происходило в Атлантическом. В общем, мне это очень интересно. Я обязательно буду перечитывать. Уже вот наслаждаться именно вот картами, иллюстрациями, гравюрами. Пальчиком войдет. Очень жду. Нас ждет еще одно переиздание. Это Франсуаза Саган «Смутная улыбка, смятая постель». Я до Буктюба читала Франсуазу Саган, и я прочитала ее практически все. Она такая, очень под настроение подходит. Немного сентиментальная тут, ну что скрывать. Мне нравится то, как ее тоже азбука переиздает. Они ее переиздают в таком же оформлении, как они выпускали Джека Керуака. Это красиво. А, с фотографиями автора, да? Да, на обложке. А Франсуаза Саган, как и Джек Керуак, были довольно-таки привлекательными. Поэтому, когда писатель привлекателен, его можно поместить на обложку. Я очень жду выхода нового романа Дианы Сеттерфилд «Пока течет река». Тут у нас с Катей тоже противоречивое мнение. Мне не понравилась «Тринадцатая сказка». Она мне очень много высказывала, потому что читала ее по моему совету. А Беллмана и Блэка я бросила, наверное, на странице 30-й. Слушай, я Беллмана и Блэка тоже бросила. Я не смогла его читать. Мне очень не понравился там даже не то, чтобы сюжет. Там был какой-то очень вязкий слог. И меня он вообще, история не зацепила. Хотя, бывает, я настроена к ней оптимистично после «Тринадцатой сказки». «Пока течет река» тоже история с мистической ноткой. Завязка сюжета меня уже интригует. В трактир лебедь приходит незнакомец с мертвой девочкой на руках, которая через несколько часов оживает. Мне очень интересна история этой девочки. В мае выходит книга, про которую я уже говорила в самых ожидаемых новинках 19-го года. И вот, наконец-то, ее выпускают. Это «Смерть сердца» Элизабет Боун. Элизабет Боун раньше вообще не переводили на русский язык. При этом она состояла в Блумсбере и была ближайшей подругой Вирджинии Вулл. И этот роман входит в 100 самых важных британских романов английской литературы. Ну, очень здорово, что у нас переводят классику 20-го века. Давайте теперь немножко про фэнтези и фантастику. Катя, можно я пойду кое попью? Нет, Катя, ты будешь слушать. Вдруг тебя что-то заинтересует. Первая книга – это антология, которая называется «Книга магии». Буквально пару недель назад я прочитала антологию «Книга мечей» под редакцией того же Гарднера Дозуа. И решила, что «Книга магии» мне тоже нужна. Это сборник рассказов очень известных фэнтези-авторов на определенную тему. «Книги магии» прежде всего меня интересуют рассказы Скотта Линча, Джона Краули, Тима Пауэрса и Робин Хобб. В общем, всех тех авторов, периодически по которым я очень сильно скучаю. Еще одна книга, на этот раз фантастика. Буквально в апреле месяце после просмотра сериала «Любовь, смерть и роботы» меня заинтересовал автор Джон Скальци. Заново заинтересовал? Нет, впервые заинтересовал. То есть я знаю, что он писал. У нас выходил, по-моему, «Люди в красном» его роман, еще какие-то романы выходили. Я как-то обходила его стороной, я читала аннотации, и он меня почему-то не привлекал. Но в «Любовь, смерть и роботы» было экранизировано несколько его рассказов. Они мне очень понравились, экранизации. Они были юмористическими. Для меня это почему-то явилось каким-то открытием, что Джон Скальци умеет писать с таким юмором. Притом, понимаете, я не читала его раньше, но для меня это было открытием. Вот этот вот дурацкий парадокс в голове иногда случается, когда у тебя вот ты автора завязываешь какими-то стереотипами, вот своим мнением, да, вот вокруг. А сам его не читал. А сам его не читал. Но у тебя есть о нем представление. Вот меня иногда это в себе подбешивает. Хотя чаще всего вот в своих представлениях об авторах я не ошибаюсь, но бывают осечки. Вот я хочу прочитать Джона Скальци и посмотреть, насколько мои представления о нем вообще были верными. Потому что экранизация и рассказ — это вещи немножко разные. Экранизировать можно настолько, да, отлично от того, что происходило в рассказе, что это будут две совершенно противоположные вещи. В общем, я жду его роман «Крушение империи». Это космо-опера. Я люблю читать космо-оперы. Ты ж прям как бы не рекламируешь. Да, Катю заинтересует тоже. И чуть не забыла еще про один фантастический роман «Страна вечного лета». Меня очень заинтересовала аннотация, потому что в этом романе смерть — это не конец жизни человека, а только ее начало. После того, как люди открыли для себя, что есть жизнь после смерти, британская империя подсуетилась и вобрала, да, в свой состав летоземья. «Город для умерших». Меня очень интересует эта аннотация. Мне тоже нравится. Даже несмотря на то, что у меня уже было не очень удачное знакомство с этим автором. Я читала «Квантовый вор», у меня он почему-то абсолютно не пошел. Я скажу сейчас имя, я вот не зря его так, знаете, старательно избегаю. Финский автор Ханну Райанъеми. 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 Ну, в общем. Ребят, вы догадались, кто это. А внизу будет обязательно подписано. Чуть-чуть поговорим о нонфикшене и перейдем к кино. В мае выходит книга Флориана Иллиэса. «А только что небо было голубое». У него есть очень популярная на нашем книжном рынке книга. 1913-е и лето целого века. Я эту книгу обходила стороной. Мне не нравился этот, я не знаю, какой-то даже порой ненормальный интерес вокруг этой книжки. У меня складывалось впечатление, что от Маргина, вот он издал только одну хорошую книгу и все. Издательство одной книги. Так вот, в новой книге собраны его главные работы с 1997 по 2017 год. И здесь он исследует, что заставляло лучших художников 19 века рисовать небо, ездить на туру. Они же начали это делать только с 19 века. Я не смотрела содержание, но мне кажется, в основном там должно быть проимпрессионистов. Это ведь они начали на природе рисовать. Я вам показала. Дышать свежим воздухом во время рождения. Да, потому что тогда воздух был еще свежий. И очень символично в мае выходит работа о закатном романе Михаила Булгакова. В очередной раз нам расскажут историю создания первой публикации романа «Мастер и Маргарита». Я не пройду мимо этой книжки, потому что она написана совместно с музеем Булгакова. Я думаю, что это будет интересно. Несмотря на то, что я в декабре прочитала вот такой томик о «Мастере и Маргарите» всей редакции, мне не становится менее интересным. Возможно, что-то еще в мае из книг нас привлечет, но пока вот такой вот небольшой, ура, небольшой список. Давайте перейдем к кино и сериалу. 6 мая нас ждет сериал от HBO, который расскажет о событиях, развернувшихся в 1986 году в Чернобыле. Меня эта тема в свое время очень сильно интересовала, особенно с учетом того, что брат моего дедушки принимал участие в ликвидации аварии. Я очень любила его в детстве пытать, чтобы он не рассказывал, что там и как разворачивалось. Он, конечно, избегал рассказывать ребенку о ужасах, которые творились с людьми. Он акцентировал внимание на храбрых, отважных поступках. Я очень хочу посмотреть сериал, надеюсь, что он будет хорошим. 10 мая выйдет сериал «Словно по моему заказу», потому что мне не хватает подростковых сериалов. Сабрины в апреле мне не хватило. Сериал расскажет про богатый городок Вестхэм, когда подростки проснутся и обнаружат, что исчезли взрослые и дети. И этим подросткам придется построить новое общество, которое будет непростым. Я надеюсь, что это будет психологически интересно, потому что сюжет – это штамп, просто один большой штамп. Я сразу вспомнила сотню, которые мы просили смотреть, там еще какие-то сериалы. Я буду верить, я настроена позитивно, потому что мне нужны такие сериалы. Если мы идем по хронологии, то следующая дата, которая нас интересует – это 16 мая, когда выйдут сразу два фильма. Это Джон Уик, третья часть. Я очень люблю первую, не очень люблю вторую, но надеюсь, что третья исправит положение и вернет нас к истокам хорошей первой части. Вы все дело знаете в чем? В собаках. И второй фильм – это вообще фанатство фанатское, потому что я обожаю Пикачу. Я же говорила где-то о том, что я даже своей сестре в детстве покупала мягкие игрушки Пикачу и вот всякое разное, связанное с Пикачу, только по одной причине. Потому что, как бы, ну это же для сестры, я делаю вид, что я взрослый человек, я же студентка уже в конце концов, она еще маленькая, поэтому я ей покупаю Пикачу. Вот такого большого, я помню, я с ним долгое время спала в обнялку. Но не важно. Я очень жду Пикачу. Я надеюсь, что это будет классный фильм, веселый, бодрый, динамичный, что там вот прям все будет как в мультсериале. Сам сериал, я не могу сказать, что я вот огромная поклонница, да, сериала. Я огромная поклонница именно Пикачу. И вот самое подлое, что его озвучивает Райан Рейнольдс. Именно из-за этого, когда вот только вот зарождалось, да, съемки фильма только зарождались, я надеялась, что рейтинг у фильма будет повыше, ну потому что Дэдпул и вот как бы Пикачу... Явно Райан Рейнольдс взяли, не просто так. Да, хотелось чего-то такого, может там Пикачу оторвать будет. Ну нет, рейтинг 6+. Ну ладно, я приду туда и буду сидеть в окружении шестилетних детей. Ничего страшного не в первый раз. Я думаю, мы не единственные взрослые будем. Да, конечно, я прекрасно это понимаю. Когда Света училась в институте и выходили покемоны, я училась в 10 классе и у нас смотрел весь класс. И конец мая, такой особо плодотворный, 30 мая выходит еще один взрослый мультфильм. Тайная жизнь домашних животных 2. Ни я, ни Света мы не можем пропустить, потому что, ну это же про животных, там же и котики, и собачки, и сумасшедший кролик. И надо обязательно пересмотреть первую часть. И трейлер мне нравится. Всякие смешные ситуации, в которых ты узнаешь своих собственных котов, собачек, птичек, хомячков. А вот 31 мая нас ждет сразу два сериала, причем про один из этих сериалов я узнала буквально вчера. И по-моему, оба сериала выходят, да, вот сразу. Один Netflix, другой Amazon. Да, и Netflix, и Amazon, то есть нам 31 мая вывалят весь сезон. В 2017 году Netflix в Германии, или там Германия для Netflix, ну, либо Netflix купил сериал, в общем, вы понимаете. Я не помню этих историй. Сложные отношения. Выходила тьма. До сих пор ждем второй сезон, вроде как его обещают летом. И вот 31 мая выходит еще один сериал, Германия, Netflix. Он называется «Как продавать наркотики онлайн? Быстро». Наверное, не стоит вводить в Google такое название сериала. Но его аннотация, мне кажется, что сериал будет чем-то по настроению напоминать конец гребаного мира. Главные герои – школьники. И девушка главного героя предпочла школьного драгдилера. Что нужно сделать, чтобы отвадить ее от этого драгдилера? Стать еще более крутым драгдилером. И главный герой Морец открывается своим другом сайт, где почему-то у них все сразу становится очень хорошо. Ну, естественно, надо увиливать от законов. И я думаю, там будет очень много смешных ситуаций на самом деле. Сам трейлер мне уже нравится. А я не смотрела. Ты даже не пригласила меня посмотреть трейлер. Да, ужасно. Если я сказала, что по описанию мне напоминает это конец гребаного мира, то по трейлеру мне это напоминает Russian Doll, который мне очень понравился. И она тоже слегка дурная. Ну и 31 мая, я думаю, очень многие ждут выхода сериала по благим знамениям. Мы тоже ждем. А мне надо книжку прочитать. Я буду в мае перечитывать, чтобы полностью восстановить все знания по этой книге. Я даже не знаю, что я жду от этого сериала, потому что я честно признаюсь, мне не нравится ни одна экранизация Терри Пратчетт. Нил Гейман же принимал участие в экранизации. Да, вся надежда на тебя, Нил Гейман. Наши ожидания подошли к концу. Обязательно нам пишите, что вы ждете в мае, что будете читать, что будете смотреть. Всем спасибо за внимание, всем пока. Котики, не забываем про Янг и Даут.